Волейбол Волейбол появились многие столетия назад. Люди перебрасывали друг другу мяч, придумывали различные игры с мячом. В нашем современном понимании волейбол появился как игра в конце 19 века в США. Создателем игры считается Уильям Морган, учитель физ. воспитания. В 1900 году был создан первый волейбольный мяч. Первый международный чемпионат по волейболу был проведен в 1922 году в Америке. В нем приняли участие 23 мужские команды. Первый чемпионат мира в истории волейбола состоялся в 1949 году в Праге, Чехия. Волейбол впервые вошел в состав Олимпийских игр в 1964 году в Токио, Япония. Основные волейбольные соревнования. Олимпийские игры, Чемпионат мира, Кубок мира, Всемирный кубок чемпионов, Лига наций, Чемпионат Европы и Евролига. Волейбол популярен и среди мужчин, и среди женщин. Соревнования также проводятся и для мужчин, и для женщин. Правила игры не отличаются. Отличается только высота сетки. У женщин она ниже на 19 сантиметров. Перейдем к правилам игры. Сегодня по международным стандартам волейбольное поле это прямоугольник размером 18 на 9 метров. Волейбольное поле разделено сеткой посередине. Высота сетки для мужчин 2 метра 43 сантиметра, для женщин 2 метра 24 сантиметра. Длина окружности современного волейбольного мяча 65-67 сантиметров, а вес от 260 до 280 граммов. Команда может состоять максимум из 14 игроков, но одновременно на поле выходят только 6. Цель команды – касание мяча об поле на стороне противника или ошибка противника. Игра состоит из партии от 3 до 5. Чтобы выиграть партию, нужно набрать 25 очков, при этом иметь преимущество минимум в 2 очка, иначе игра продолжается до разницы в 2 очка. В последней партии счет ведется до 15 очков или до разницы в 2 очка. После каждого забитого мяча игроки команды перемещаются по часовой стрелке, подающей меняется. При этом порядок игроков сохраняется. Если мяч падает за пределами поля, говорят, что он ушел в аут. Очко отдается команде, на стороне которой мяч оказался в ауте. Каждая команда может коснуться мяча не более трех раз до его передачи, не считая блок. Иначе она проигрывает очко. Касание дважды подряд одним игроком запрещено. Игрок не должен касаться сетки во время розыгрыша мяча его командой, иначе очко отдается другой команде. Запрещено заступать за линию при подаче мяча, или при передаче мяча сопернику заступать на их часть поля. Подача до свистка судьи или позже, чем через 8 секунд после него, не засчитывается. Мяч должен перелететь через сетку. Женские и мужские команды участвуют в одинаковых соревнованиях, однако у них разные турнирные таблицы. Мужская и женская сборные России по волейболу. Лучшие игроки отбираются из различных команд, чтобы представлять нашу страну на международных соревнованиях. Волейбол очень популярен в нашей стране, как и во многих других странах. Каждый крупный город может похвастаться своими волейбольными командами, а секции есть и в менее крупных населенных пунктах. При занятии волейболом развиваются сила, скорость и ловкость. Волейболисты очень гибкие и растянутые, потому что выполняют разминку и растяжку перед каждой тренировкой. История происхождения волейбола, правила игры и их нарушения, основные международные соревнования по волейболу, физические качества спортсменов. Все это было представлено в данном уроке. Если хотите быть сильным и подтянутым, волейбол – отличный способ поддерживать физическую форму. Желаем успехов! Субтитры создавал DimaTorzok